Ибрагим, чтобы ты оставил сомнительное, чтобы ты сделал правильный выбор. А мы, подъявляя Голдову, мы хотим, чтобы ты понял, что мы искать тебя, мы пытаться тебя вернуть, мы никогда не прекратим. Это обращение, распространенное в Ютубе и остальных средствах массовой информации, наделало много шуму. Зайнудин и Сапиат Алибековы, жители Хасавюрта, объявили голодовку. На такой шаг родители решились от отчаяния. Их единственный сын Ибрагим пропал 2 июня этого года. Четыре месяца поисков и никаких результатов. Но другого выхода я не вижу. Если он не может выйти, на всю волю Аллаха, если ему суждено выйти, он выйдет. Мы хотим, чтобы он понял, что его выбор – это не только его выбор, за ним есть люди. Если у него с ним что-нибудь случится, этой семьи практически не будет. Ибрагим считался успешным спортсменом. Заниматься боксом начал еще в раннем детстве. Свою первую награду завоевал в 10 лет. За каждой грамотой и медалью, признается Зайнудин, были изнуряющие тренировки и постоянные травмы. После одной из таких тяжелых побед сыну присвоили звание мастера спорта. Я видел, что он идет по салафидскому направлению. Меня не устраивали его взгляды, я с ним разговаривал, но он мне объяснил, что там настоящая истина, что ничего непозволительного не сделает. Он хочет жить строго в рамках ислама. И действительно, он нигде не позволял ни одним поступком, чтобы его обвинить в чем-то непорядочности. Это очень порядочный, очень мужественный парень, немногословный, думающий. В последний раз Ибрагима видели в мечети. Отец даже провел собственное расследование, что сын когда-нибудь уйдет в лес Зайнудин и не было. Именно на таких ребят, по-моему, сейчас обращают внимание вербовщики, те люди, которые увлекают наших детей. Это ненужные, которые вызывают у большинства населения Дагестана сомнения, мероприятия, называемые уход в лес. Я, когда очутился один на один с этой бедой, мы с семьей, это было неожиданно. Мы думали, что то воспитание, которое мы уложили, его защитили. То, что Ибрагима зомбировали, отец не сомневается, как и многих других ребят. Угроза прежде всего исходит из интернета, и на экстремистских сайтах активно вербуют молодежь. Свободно продается и литература подобного содержания. Вся работа на то, чтобы оболвание, то есть практически объявлена война против нашей молодежи в данный момент. И никто это не контролирует, никто этим не занимается. Все пущено на самотек. Молодежь порядочная, которая воспитана на истинных дагестанских традициях, которая чувствительна к несправедливости, вот они, видимо, быстрее всех реагируют. Сапият и Зайнудин Алибековы решили голодать до последнего. Они продолжают надеяться и ждать, что их сын когда-нибудь вернется домой. Ведь здесь, кроме родителей, в него остались еще жена и ребенок. Мы будем голодать до тех пор, пока ты не одумаешься или вернешься. Если ты там, на джихаде, мы здесь. Просьба к тебе, вернись. Ты нам нужен здесь, Еврошка. Ты нужен отцу, не жене, ребенку. Ты всем нужен. Возвращайся.